МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сам Николай Гуслинский и его адвокат пока апелляцию не подавали. Как пояснили в ведомстве, прокуратура обжаловала приговор. Напомним, это 8 лет колонии строгого режима и штрафа 85 миллионов рублей. Надзорные органы настаивают на конфискацию у Гуслинского недвижимости в счет погашения штрафа. Это квартира площадью 100 квадратных метров в Вологде и дом Бутигорском районе. Кроме того, прокуратура требует лишить экс-чиновника возможности в дальнейшем занимать должности на государственной службе. Заседание в областном суде пока не назначено. Череповецкие следователи Следственного комитета провели занятия для череповецких школьников, тематика правовая. В частности, специалисты рассказали, что подростки могут стать жертвой того или иного преступления и подчеркнули, ребят могут втянуть в совершение злодеяний. Между тем, по ряду преступлений уголовная ответственность наступает уже с 14 лет. В ходе занятий следователи на наглядных примерах рассказали о всей суровости наказания для виновных, предостерегая детей от совершения тех поступков, которые могут навредить окружающим и, как следствие, повлечь за собой меры воздействия. Милый рисунок оставил неизвестный на заснеженной машине. На заднем стекле автомобиля получился силуэт котика. В комментариях люди отметили, увы, не всегда творчество прохожих такое доброе. Порой на заснеженных автомобилях оставляют неприятные послания. Эпизод на дороге запечатлели подписчики социальных сетей. На улице Молодежной столкнулись три транспортных средства, два легковых автомобиля и трактор. Как пишут очевидцы, вначале столкнулись автомобили, а потом один из них откинуло на спецтехнику. Субтитры подогнал «Симон»!